Добрый день! Кто зашел ко мне на канал, меня зовут Валентина. И я сегодня речь поведу разговор о розах. Вот у меня есть несколько роликов, и мне там подписчики задали вопрос. Как я выращиваю такие вот кусты роз больше двух с половиной метров у меня? Это не плетистая роза, нет. Чем они отличаются, обычная роза, от шиповника? Сегодня поэтому я отвечу на несколько вопросов своим подписчикам. Как я отличаю и как я формирую эти кусты роз? Чтобы роза наша не переродилась в шиповник, нужно обязательно, особенно весной, следить за кустом этих роз. Чтобы она не переросла в шиповник. Я специально не удаляла от побеги шиповника. Если роза у меня привитая на шиповник, и я ее при посадке в землю не увидела почку прививки и не удалила. И вот как вы видите у меня, вот они идут поросли. Вот они идут поросли шиповника. И все питательные вещества будут забирать вот этого дикая поросль. А розе ничего не останется, как прекратить цветение, и она может просто погибнуть. Нет ничего сложного, чтобы отличить шиповник от розы. По окраске. Вот как видите, у розы они идут красно-малиновые такие, красноватые. А у шиповника они идут вот такие светлые. Листья шиповника. Вот они меленькие такие, узколистные такие листики. А у самой розы темно-зеленые. Ну сейчас они вот красноватые, а потом они когда подрастают, темно-зеленые становятся. Роза вот плотные и с блеском такой, глянцеватый такой блеск. Шипы. Шипы у шиповника такие острые. Их много-много-много. Вот когда они начнут в рост идти, у них много-много будет шипов. А у розы они, шипы, редкие и большие. Если куст все-таки пошел в дикий рост, нужно ему сделать обязательно реанимацию. Первое, чтобы не повредить кустик и его корни, нараскапываем вокруг него почву. Раскапываем ему. Вот так вот. Вот они. Но до почки я не доберусь, наверное, и боюсь повредить. Вот мы нашли. Вот как видите. Вот я раскопала до самого основания куста. Вот он, видите, привитый. Где его, это полностью поросль, обязательно нужно удалить. Вот он. Видите, я дошла до почки. И с этой почки вот это вот все нужно удалить. Обязательно. Вот они. Такую. Где? Повырезать. Это самое, да? Вот они Вот такое Затем Тут же самое Чтобы в дальнейшем получить вот такие красивые розы мы после обрезки шиповника обязательно рыхлим почву немножко подкармливаем вот поливаем и оставляем и в дальнейшем получаем вот такие красивые розы